Какое послание недавно пришло от Voyager 1? Да, это тот самый космический зонд, который бороздит космос в поиске другой жизни и новых открытий. Он пропал, а потом неожиданно начал поддерживать связь, представляете? Я расскажу невероятную историю этой миссии, и то, какие последствия теперь стоит нам ждать. И да, ученые очень взволнованы. Что из себя представляет этот аппарат? Voyager 1 — это поистине легендарный космический зонд, запущенный командой НАСА с мыса Канавирал в далеком 1977 году. Зачем это сделали? Первоначальная миссия зонда заключалась в исследовании Юпитера и Сатурна, но со временем Voyager 1 значительно превзошел все ожидания ученых. Совместно со своим близнецом Voyager 2 он не только успешно справился с поставленными задачами, но и продолжил свое путешествие далеко за пределы исходных целей. За более чем 40 лет службы эти космические путешественники миновали Уран и Нептун и уже давно оставили за собой Плутон. Сейчас, когда планеты остались позади, Voyager'ы посвящают себя изучению кажущегося пустым космического пространства. Но это пространство далеко не пусто, оно наполнено мельчайшими частицами, включая атомные ядра водорода и гелия. Эти элементы – остатки солнечного ветра, который Солнце неустанно рассыпает по всей Вселенной, оставляя следы своего влияния даже в самых отдаленных уголках космоса. Эти зонды позволяют нам взглянуть дальше, чем даже самые современные телескопы. Но это не самое интересное в миссии Voyager 1 и Voyager 2, уж поверьте. Наблюдать хорошо, но ученые решили действовать решительно. Одной из самых захватывающих идей в рамках миссии Voyager является золотой диск Voyager'а – настоящее послание в бутылке, отправленное в космическое море. Что я имею в виду? Ученые придумали гениальный ход, прикрепив к корпусу позолоченную медную пластину. Даже если зонд собьют, или он приземлится на далекую планету, с нами смогут связаться. Гениально, да? Пластинка содержит разнообразную информацию о Земле и ее жителях. На диске записаны приветствия на 55 языках, включая такие древние, как аккадский и современные, например, английский. Эти приветствия демонстрируют лингвистическое разнообразие нашей планеты и нашу готовность к межзвездному диалогу на любом языке. Но это не все. На Вояджере есть различные музыкальные произведения от Баха до Бетховена, а также традиционные мелодии и песни разных культур, которые показывают богатство человеческой музыкальной традиции. Записи звуков природы, такие как шум ветра, пение птиц и гром, призваны передать атмосферу Земли. Визуальные материалы на диске варьируются от фотографий людей разного возраста и национальностей до изображения архитектурных сооружений и повседневной жизни, предоставляя широкий спектр представлений о человеческой цивилизации. Идея о том, что золотой диск Вояджера может быть когда-либо найден инопланетянами, носит скорее символический характер, но это также выражение надежды и стремления человечества к установлению контакта и обмену культурным и научным наследием с возможными внеземными цивилизациями. Тем более, когда ученые начали получать подозрительные сигналы от зонда. Какие? Расскажу чуть дальше. Что из себя представляет Вояджер-1? Вояджер-1, запущенный в космос еще в 1977 году, до сих пор считается одним из самых важных зондов в истории человечества. Как выглядит эта штука? Этот зонд весом почти 800 килограммов и высотой 2,5 метра имеет форму десятигранной призмы с большой антенной диаметром 3,66 метра, которая крепится прямо к корпусу. Настоящая махина. Основная его задача – связь со звездной пылью и передача данных на Землю. Из-за дальних космических просторов, где солнечные панели оказываются бесполезными, Вояджер-1 работает на радиоизотопных генераторах с плутонием-238. Эти генераторы изначально предоставляли 470 Вт электроэнергии, но с течением времени их эффективность снижается из-за уменьшения активности плутония и износа компонентов. На данный момент запас плутония сократился до 69,2%. Но и летает он уже практически 50 лет. Управление зондом осуществляется через три компьютерные системы, которые могут перенастраиваться дистанционно, позволяя адаптироваться к новым задачам и реагировать на неожиданные ситуации в полете. Однако команды управления зондом достигают его примерно за 18 часов, что делает невозможным быстрые маневры. На борту Voyager-1 установлены различные научные инструменты. От телевизионных камер с разными объективами до спектрометров, магнитометров и приемников радиоизлучений. Эти приборы позволяют зонду изучать атмосферы планет, межпланетное пространство и магнитные поля. Некоторые из этих устройств размещены на поворотных платформах, что улучшает их функциональность и обеспечивает широкий охват исследований. Несмотря на то, что часть оборудования на борту Voyager-1. В настоящее время отключена для экономии энергии, зонд продолжает быть неоценимым источником информации о нашей Солнечной системе и за ее пределами. Он не только расширяет границы человеческих знаний, но и вдохновляет на новые открытия в области космических исследований. Какие? Сначала он совершил знаковые пролеты мимо Юпитера в 1979-м и Сатурна в 1980-м, каждый раз собирая ценные данные и отправляя их обратно на Землю. До этого у человечества не было на это даже шанса. Но настоящий прорыв случился в августе 2012-го, когда Voyager-1 достиг гелиопаузы. Границы между влиянием нашей Солнечной системы и межзвездным пространством. На этом рубеже началось его путешествие в абсолютно неизведанные просторы, двигаясь с невообразимой скоростью свыше 61 тысячи километров в час. Как только он оказался в межзвездном пространстве, аппарат столкнулся с редким, но спокойным окружением, где изредка происходили возмущения из-за солнечной активности. Это напоминало спокойный дождь, иногда нарушаемый бурями из солнечных всплесков. Однако, когда бури утихали, ученые обнаружили, что межзвездный газ оказался менее активным, чем предполагалось. Эти моменты тишины дали возможность лучше понять распределение плазмы в межзвездном пространстве и взаимодействие солнечного ветра с межзвездной средой. Через свои исследования Юпитера и Сатурна Voyager-1 предоставил неоценимую информацию об их атмосферах, спутниках и кольцах. Это значительно расширило наше понимание процессов, которые формируют и изменяют планетные системы. Именно эти данные помогли впервые оценить изменение плотности в межзвездном пространстве и улучшили понимание процессов, формирующих гелиосферу, наш защитный космический пузырь. И до сих пор этот зонд несется вперед на невероятной скорости. Какой? Voyager-1 – это настоящий рекордсмен среди космических аппаратов. Он уже установил несколько скоростных рекордов. 17 февраля 1998 года он стал самым удаленным объектом, созданным человеческими руками, обогнав тем самым Пионер-10. На тот знаменательный момент Voyager-1 ушел от Солнца на 69 419 астрономических единиц, что примерно равно 10,5 миллиардам километров. Этот феноменальный прорыв подчеркивает, как далеко зашла космическая программа Voyager, начитая еще в 7 десятых. И хотя новые горизонты, отправленные к Плутону в 2006 году, стартовали с более высокой начальной скоростью, но благодаря гравитационным маневрам Voyager смогли ускориться, продолжая свое путешествие в открытый космос с рекордной скоростью. Забавный факт – из-за орбитального движения нашей планеты, которая мчится со скоростью около 30 километров в секунду, в определенные моменты года расстояние между Землей и Voyager-1 может сокращаться. Это происходит тогда, когда Земля движется в направлении этого далекого путешественника, невзирая на то, что сам он продолжает удаляться от Солнца. Но что были за странные сигналы от зонда? Почему им приписывают внеземное происхождение? В 2021 году Voyager-1 и Voyager-2 неожиданно отправили на Землю не классические структурированные данные, а запись совершенно другого формата – в двоичном виде. Фактически, это был странный шум в цифровом виде. Существует несколько теорий, объясняющих эти сигналы. Одни ученые предполагают, что странный гул, который зафиксировали аппараты, является звуком межзвездного вещества. Другие связывают его с шумом, возникающим в результате мощных солнечных вспышек. Также существует мнение, что космическое пространство за пределами Солнечной системы напоминает мыльную пену, и зонды уловили движение частиц этой пены. Это открытие оказалось настолько неожиданным, что астрофизик Стелла Окер из Корнельского университета высказала предположение, что на основе этих звуков можно измерять плотность и движение плазмы в межзвездном пространстве. Эти данные помогли ученым лучше понять границу между Солнечной системой и межзвездным пространством, что можно сравнить с определением береговой линии между ними. В начале 2022 года исследователи сделали еще одно важное открытие. Оказалось, что аппараты Voyager, отправленные за пределы Солнечной системы, находятся ближе к Земле, чем предполагалось изначально. Это объясняется траекторией полета аппаратов, которые движутся не по прямой линии, а по спирали под влиянием сил внутри Солнечной системы. Иногда они выстраиваются на одной линии с Землей, что позволяет модулям передачи данных на зондах и антеннам НАСА на Земле синхронизироваться для эффективного обмена информацией. Кроме того, Voyager передали данные о плазменном обстреле, произошедшем в ночь на 31 марта 2022 года, который вызвал геомагнитный удар мощностью 7 баллов. Это событие стало одним из самых мощных за последние годы и оказало влияние на метеочувствительных людей и людей с хроническими заболеваниями. Эти открытия подчеркивают важность защитной прослойки Земли и дают представление о сложности явлений, происходящих в межзвездном пространстве. Недавно зонд опять вышел на связь. Анализ нового сигнала, полученного от космического аппарата в 2024 году, стал важным шагом в попытке восстановить его функционирование после серии неудач, связанных с отправкой на Землю, лишь бессмысленных двоичных данных, которые напугали ученых. Команда Deep Space Network, отвечающая за дальнюю космическую связь, сообщила, что впервые за несколько месяцев появилась надежда на получение осмысленной информации. Новый сигнал, который был зафиксирован 3 марта 2024, хотя и не соответствовал стандартному формату данных, используемому аппаратом, оказался крайне полезным. Он содержал полный дамп памяти подсистемы полетных данных, включающий в себя не только программный код аппарата и исполняемые инструкции, но и переменные, которые могут изменяться в зависимости от внешних условий и команд управления. Эта информация стала ключом к возможному решению накопившихся проблем. Ведь теперь, имея доступ к полным данным памяти, специалисты НАСА могут сравнить текущие параметры и код с теми, что были до возникновения сбоев. Это позволит выявить возможные ошибки или изменения, которые могли привести к зависанию аппарата в режиме отправки беспорядочных данных. Сигнал, кажется, был ответом на команду, отправленную учеными 1 марта, что свидетельствует о том, что космический аппарат все еще способен реагировать на попытки взаимодействия со стороны Земли. Или его инопланетяне починили. Учитывая огромное расстояние, в 24 миллиарда километров, на которое Voyager 1 удалился от Земли, каждая передаваемая команда и каждый полученный ответ требуют почти суток времени на достижение цели. Это добавляет сложности в процесс диагностики и исправление ошибок. Но каждый шаг вперед воспринимается как большой успех в этом масштабном проекте. Но давайте подумаем, да куда вообще зонд мог добраться уже? Многие СМИ заявляли, что космический аппарат уже покинул границы нашей Солнечной системы. Но НАСА уточняет, полностью выйти из Солнечной системы Voyager'у и его брату Voyager'у 2 еще далеко. По оценкам, на это уйдет около 30 тысяч лет. Не хило, да? Но несмотря на это, расстояния, которые они преодолели, уже поражают воображение. Как и говорил к августу 2012-го, Voyager 1 достиг границы гелиосферы. Места, где солнечный ветер еще оказывает свое влияние, преодолев к тому времени 18 миллиардов километров. К 2018 году и Voyager 2 подтвердил свой выход за пределы гелиосферы, ступив в межзвездное пространство, зону между звездными пузырями. А в 2019 году журнал Nature Astronomy удивил всех, опубликовав исследования, основанные на данных от этих космических путешественников, которые впервые наблюдали межзвездное пространство. Более того, в 2021 году НАСА сообщило о том, что Voyager уловил первые межзвездные звуки, а уже потом стал посылать загадочные сигналы. На текущий момент зонд преодолел около 30 миллиардов километров и функционирует до сих пор. Интересно, на что он вообще наткнется и сколько сможет пролететь? Связь с ним удалось восстановить. И даже недавно был произведен запуск всех четырех двигателей маневра коррекции траектории, что не делалось с 1980 года. Этот маневр был необходим из-за выхода из строя реактивных двигателей и позволил успешно продолжить корректировку его курса. Это подтверждает, что ученые по-прежнему имеют большие планы на этот зонд. К сожалению, с течением времени из-за уменьшения доступной электроэнергии пришлось принять решение о постепенном отключении некоторых приборов на борту, как я и говорил ранее. Уже отключено около половины оборудования, но до сих пор функционируют важнейшие для исследований инструменты подсистема космических лучей, магнитометр, плазменно-волновая система и система обнаружения заряженных частиц низкой энергии. В будущем планируется прекращение операций по записи данных и гироскопических операций из-за дальнейшего снижения уровня доступной электроэнергии. Прогнозы говорят, что к 2025-2036 годам Voyager 1 полностью исчерпает свои энергетические ресурсы, и ни один прибор не сможет функционировать нормально. После 2036 года зонд окажется за пределами действия сети дальнего космоса, что сделает дальнейшую коммуникацию с ним невозможной. Это действительно грустно, учитывая вклад Voyager в науку, но таков закон жизни даже для космических аппаратов. Надеюсь, что до этого он успеет еще не раз удивить ученых. В хорошем смысле, ведь не хотелось бы узнать об межгалактическом вторжении в нашу Солнечную систему. Согласны? Пишите свое мнение в комментариях, подписывайтесь на канал, я постараюсь держать руку. И да, если вы любите интересные истории, умеете писать сценарии, монтировать или озвучивать ролики, переходите в Telegram-бот по ссылке в описании, буду рад сотрудничать с вами. И спасибо за просмотр, друзья!